Как будто Рождество, сплю я в детской, сочельник. Значит, под подушку мне что-то положит Дед Мороз. Завтра елка. Проснешься, Мороз сделал свои узоры на окне разные-разные, и луна скользит по ним своим серебром. Здравствуйте! А мы говорим сегодня о детстве и юности царя Петра Великого, царя Прометея и царя Реформатора. И начали мы наш сегодняшний разговор с воспоминаний Николая Константиновича Симонова, того самого человека, по образу которого весь мир представляет себе сегодня царя Петра. А за Петрову малую ошибку святая Русь лет двести проплутает и в кривь, и в кось, и только горем плачем похвастает пред царствами другими. Мороз. Лучи идут, стелются по детской и доходят до моей кровати. Хватит под подушку? Нет, пока еще ничего нет, но будет. Слышишь, шаги матери где-то на кухне в столовой. Значит, завтра будет пирог. Я пойду завтра с каким-нибудь подарком на снег. Наверное, это будут санки или маленькие лыжи. Эти слова о своем самарском детстве актер Николай Константинович Симонов напишет многие годы спустя, после того, как сыграет Петра Великого в фильме, снятом по роману другого самарца, Алексея Толстого. Еще многие-многие другие роли. Но где бы он ни жил и кого бы ни играл, самарец Симонов никогда не забудет самарскую улочку с ласковым названием Садовая. Это здесь, на углу Садовой и Симбирской, позже превратившийся в Ульяновскую, Николай Симонов родился 21 ноября по старому стилю. 21 ноября по старому и 4 декабря по новому. Дом, где родился актер, не сохранился. И сегодня на его месте стоит уже другой, новый. А вот еще один дом, в котором будет жить в детстве и в юности Николай Константинович Симонов, все еще стоит на своем месте и смотрит своими окнами на противоположную сторону улицы. Дом не догадывается, а мы с вами хорошо знаем, что сейчас вот там, за этим окном, спит будущий русский царь Петр Первый. Лежишь вот так, смотришь на окно, луну, узор мороза на окнах. Причудливый и такой всегда для меня таинственный. И засыпаешь, и спишь, а в груди до боли хорошо. А пока будущий исполнитель роли Петра Первого смотрит на луну над улицей Садовой в Самаре, мы с вами ненадолго перенесемся в самый конец 17-го столетия. Именно тогда, в 1695 году, пока еще царь, а не император Петр Первый, побывал на Самарской земле. Когда, снарядив суда, он отправился в поход на турецкую крепость Азов. Известно, что в поездке царя сопровождали генералы Франц Лефорт и автоном Головин. А вот выходил ли царь на берег, неизвестно. Хотя во время похода велся путевой журнал, в котором фиксировались наиболее важные события. Однако записи в этом журнале чрезвычайно кратки и не содержит информации ни о впечатлениях царя, ни о деталях его передвижения по Волге. А мы, между тем, ненадолго оставим Симонова и поговорим еще об одном сюжете, также имеющем отношение к истории Петра Великого. Вот здесь, в одном из этих скромных домиков на улице Ленинской, в 1919-1920 годах жил театральный деятель и драматург Николай Глебович Виноградов-Мамонт. Правда, и настоящим драматургом, и театральным деятелем он станет позже, уже не в Самаре. А тогда, в 1919 году, ему было только 26. И он прибыл в Самару в распоряжение Фрунзе с заданием сформировать конно-артиллерийский дивизион. Сформировал ли – неизвестно. Но зато точно известно, что здесь, в Самаре, он познакомился с самарскими писателями, среди которых был и Александр Неверов. Здесь, в Самаре, Виноградов, Неверов и еще нескольких других литераторов создали в городе, который находился в кольце гражданской войны, литературное объединение «Звено». Первоначально планировали развернуть издательское дело, организовывать литературные вечера в губернском масштабе. Правда, не всем из этих планов удалось свершиться. Но здесь, в одном из этих домиков на бывшей Шахабаловской, их видели часто. Здесь они читали только что написанные произведения и обсуждали их. Здесь Неверов читал свою недавно созданную пьесу «Бабы». «Все мы летели к Виноградовым, чтобы отдохнуть душой в их милом доме и в милом семействе», вспоминал потом Неверов. А вот теперь о том, что же предшествовало этим милым вечерам в доме Виноградовых на Шахабаловской. А предшествовала им работа молодого драматурга Виноградова-Мамонтова над пьесой «Царь Петр Великий» или «Русский Прометей». Эта работа была завершена еще в мае 19-го. И тогда же члены конкурсной комиссии, среди которых были Горький и Шаляпин, прочитав пьесу, отправились к Виноградову знакомиться. Пьеса произвела на них огромные впечатления, и комиссия рекомендовала ее для обстановки на сцене. Но поставлена эта пьеса Виноградова так и не была. Товарищ Виноградов написал в письме Виноградову нарком Луначарский. Я внимательно прочитал вашу пьесу «Царь Петр Великий». Вы, разумеется, талантливый человек. Это сказалось порою в очень сильных текстах, которые вы влагаете в уста вашим действующим лицам. Тем не менее, ваша пьеса мне не нравится. Ваша пьеса интересна как попытка, как свидетельство вашей талантливости, но не более того. Я бы не стал ее ставить, ввиду этой внутренней, идейной несостоятельности ее. Но даже и непоставленная пьеса Виноградова о Петре Великом сумела стать очень яркой страницей, если не в истории театра, то в истории драматургии. Дело в том, что еще на начальном этапе работы над трагедией Виноградов познакомил с ней нескольких читателей, среди которых был Александр Блок. 20 июня 1918 года Блок сделал в своей записной книжке следующую запись. Вчера приходил Николай Глебович Виноградов в «Мамонт» и принес мне сцену из своей новой трагедии «Царь Петр Великий». А несколько дней спустя в записных книжках Блока снова появится запись о Виноградове. Пьесу Виноградова передать через Швейцара с моими пометками. Возможно, в этот период были и другие встречи и контакты Виноградова и Блока, так как на одной из последних страниц трагедии сохранилась пометка, сделанная рукой Блока. 539-18. Телефон Николая Глебовича Виноградова. Сохранились и очень многие страницы трагедии с пометками Блока. Были среди читателей пьесы Виноградова и другие известные литераторы. Например, высокую оценку трагедии дал Алексей Ремезов. Читая, трудно выпустить книгу из рук. Думаю, что и смотря не оторвешься. Я бы рекомендовал эту пьесу для обстановки на самых больших сценах. Вот такой он, один из этих скромных домиков на бывшей Шахабаловской. Дом, в котором жил человек, знавший Блока и Ремезова, жавший руку Горькому и Шаляпину. Человек, который поднял эту руку на царя Петра Великого, был в пух и прах разгромлен наркомом Луначарским. А сейчас мы оставим Виноградова Мамонтова и вернемся к Петру Николаю Симонова. А впрочем, Петр Николай Симонова еще даже и не замышлялся. А сам Николай Симонов ходил в гимназию по тем самым улицам, на которые нога императора вступила. В 1722 году, участвуя в персидском походе, Петр плыл на этот раз на дно из галер по Волге мимо Самарских берегов. Сопровождаемый комендантом Самарской крепости подполковником Василием Кушниковым, Петр вышел на берег и осмотрел город, встретившись с походным атаманом яицкого казачьего войска Никитой Бородиным и сопровождавшими его казаками. За свое полонное терпение они получили от государя 15 рублей золотом. А вот еще один дом, в котором тоже жил самарский Петр Великий, Николай Симонов, стоит и сегодня в самом начале улицы Николаевской. Это отсюда, из этого дома Симонов будет ходить на свои уроки в гимназии и на многие другие уроки, которых у него в жизни было видимо-невидимо. Шесть комнат, просторная кухня, помещение для прислуги и большая веранда под навесом, выходящая во двор. Может быть, быт и не царский, но вполне достаточный для того, чтобы двое родителей и трое детей чувствовали себя здесь самыми счастливыми людьми на свете. Здесь, в этом доме на Николаевской, устраивались музыкальные вечера и утренники. Сюда приходили педагоги, которые учили детей музыки. И здесь же отныне праздновались рождественские и новогодние праздники. А как же императору нужно было многое знать и уметь? Правда, сам он пока еще не догадывался о том, что пройдут годы, и он станет императором Петром Великим. А может быть, догадывался, но пока помалкивал об этом? Знали и помалкивали об этом и улица Садовая, и Николаевская, и дома, которые стояли теперь на этих улицах. Знали о том, что пройдет десяток-другой лет, и вот этот вот мальчишка превратится и в итальянского кардинала, и в русского императора, и в очарованного странника Ивана Флягина. Но все это было еще только впереди. А сейчас на дворе был декабрь на Самарских улицах. А дальше бунт. Великий бунт российский. Такой, что дрогнет мир, померкнет солнце пред заревом пожаров диких. Бунт, царь, смута. Вот наследие Петрова. С вами был Михаил Перепелкин.